значит вообще идея родилась птицы когда у нас начались продажи вы помните когда у нас года 3-4 назад все сети заказывали так от балды и было много возвратов хлеба поэтому для того чтобы хлеб не переводить и не выбрасывать мы его перерабатывали на корма и принципе птицу заводили для этих целей но потом увидели что это не только переработка хлеба потом закон отменил возвраты значит а птица осталась вот она вот это шелуху ну периодически мы чистим сейчас даже закончится будем это все вычищать и по новой шелуху птица здесь гребется ищет себе корма остатки зеленку клюет в общем сами видите на природе ну все как вот она сидит загорает что ей делать и несется нормативы другие по сравнению с обычной птицефабрикой значит здесь смотрите нормативы такие содержание в помещении 6 штук на квадратный метр это помещение в птичнике внутри и на игулах 4 квадратных метра на одну голову вот это те критерии которые должны соблюдаться плюс количество литков видите литков много при выходе и за вы входе в помещение она не должна давиться душица то есть она спокойно ходить короче у нее должна быть счастливая жизнь лекарства нет ничего не применяем если заболела померла ну есть определенный конечно процент падежа ну поэтому я скажу не так уж много поэтому терпимо во первых мы получаем птицу специфабрики которая по стандартам уже требованиям вет делает стандартные прививки базовые которые идут на всю жизнь там четыре пять прививок да это все уже мы получаем готовом виде сразу вот а по гриппу в случае каких-то профилактических мер у нас есть ветврач наш местный ефремовки она периодически приезжает если проходит у них акция по прививкам начало проходит продукции это проходит прививки начальные там пауза есть небольшая день или два а поголовье сколько в стадии вообще площадей на две с половиной тысячи на самом деле поменьше на самом деле поменьше около этого мы недавно пересчитывали чуть меньше вот яйценоскость какая сколько вы получаете яиц в год я не скажу не не сушки я не скажу сейчас а в час а в секунду в секунду чуть меньше двух тысяч но дотянем до двух лет и заменим все а сколько времени несется курица потом вы браковываете и два года два года это два года от рождения не два года от завоза завоза начало в принципе от начала завоза 60 суток или нет завоз 60 дней у нее конверсионный период она переходит на наши корма акклиматизируется вот а потом уже на идет как пиво яйцо переход болезненный на ваши корма или нет ну она спецфабрики приезжает с клеток она тут дня три вообще не ходит сидит в клетках они это сидячие ходят но потом начинает шевелиться шевелиться бегать ходить еще не загонишь петухов принципиально нельзя нельзя потому что на сегодняшний день вы понимаете люди разные кто-то сейчас там прожилку найдет красного яйца и целая история поэтому петухов принципе нельзя только женское население вот машина которая производит комбикон значит значит машина в принципе универсальная удобная значит здесь стоит эксгаустер шланг оператор здесь по согласно рациону засасывает с каждого с каждой каждую культуру по весу там все дозируется потом в этом мункере все перемешивается и когда после перемешивания же общая смесь согласно рациону выходит через этот пресс да и получается комбикорм вот лежит он горячий выходит он просто часть его раскладывать и понастывал вот гранулы если кому интересно можете пройти посмотреть от белая растения составка по комбикорма вот что туда входит все что вы выращиваете да я рассказывал у нас что выращиваете то есть не некоторые культуры не входят нам составляли специалисты рацион из наших кормов ну она где-то на 25 процентов не дотягивает до стопроцентной сбалансированности поэтому у нас нет ниже яйца а что вы вы можете перечислить какие-то культуры да ну полба мы в прошлом году выращивали кукурузу био кукуруза входит бобовая уходят что там еще у нас в общем просто немножко входит основная на 60 процентов полба но это зерно зерноотходы сюда идут зерноотходы которые уже продать радость надо какая часть зерноотхода у вас какой процент примерно от всего производства ну сейчас мы отвезли продали на комбикорма в краснодаре мучки всякое того 20 20 40 за сезон тонн 70 ушло тоже мы не может что мы не можем переработать но у нас еще кроме птицы есть и поросята но они у нас не био не био а вот 70 тонн это мучка 10 процентов от общего мало нет ну даже возьмем то что мы их скармливаем тут еще тонн стол входит наверное совсем процентов 10-12 от общего объема он это идет на корм птицы но я лучше чем просто продать на три рубля конечно конечно тем более что яйцо у вас прибыльная то есть отходы вам приносят копейку хорошо ну машина такая что перерабатывать все у нас там допустим где-то сухари залежали сюда пошли хлеб там что-то не так сюда пошел все это она все перее все седание а в краснодаре кто берет ваши зерноотходы что за они там бюро манической обычный обычная не берут по обычной цене как по обычной то есть вам выдают на веской выгоднее у себя у себя перерабатывать но по тел ценам она забрали выгода и ясно